Субтитры делал DimaTorzok Но в музыке есть такой режим Передать на колонку 1, колонка 2 Или играть через смартфон В данном случае он думает, что это смартфон Хотя это планшет И у планшета есть мостик в виде Bluetooth Который можно соединить с данной колоночкой Всем привет, кто меня увидел Таким образом я получаю с Алисы Алиса Ты что не отзываешься? А, потому что мы на паузе стоим, понятно Алиса мини Так, Алиса Это что у нас играло? Это была песня группы Ария Нифига себе Это очень хорошая группа Вы любите рук? Стоп Ладно, короче, ребята Так вот, этот планшет у меня был просто мостиком Потому что музыку, которую играет Алиса Можно видеть в плей-музыке Из плей-музыки можно переключать на устройство А устройство подключить к Bluetooth колонкам Вот такой вот кулебякинский метод Но на самом деле в комнате у нас стоит колонка с выводом проводом Там все проще проводом подключил к колонкам и играет Ладно, вернемся к нашему планшету Герою данного видео Данный планшет меня немножечко порадовал тем, что он имеет больше памяти Соответственно, он работает немножечко быстрее, чем предыдущая версия НИПРО Но также не огорчил тем, что у нас экран остался такой же яркий Вот, кто не в курсе, у нас на улице абсолютный день Солнышко И мы абсолютно нормально видим экран аппарата Это для тех, кто говорит, что у Blackview говняные экраны Они не видны на солнце В дневной день даже не видно Ребята, смотрите сюда Сейчас Меньше половины яркости Все видно, ёперный бабай Видите, нет? Да, бликует, потому что глянец Но не более Все видно Если вы будете лежать на пляже, вам придется сделать вот так И вы не будете видеть полутона То есть вот этот, вот от этого вы на пляже не отличите это точно Потому что это не AMOLED-экран В остальном все будет читабельно Да, хуже, чем AMOLED Согласен Но читабельно Поэтому Яркость убавим И будем рассказывать Что у нас есть в данном планшете Если кто не смотрел обзор предыдущего У нас есть здесь навороты От компании Blackview Самый необычный, неординарный Это режим ПК Мы его нажимаем Аппарат у нас перейдет в режим Когда он Его Ну, так сказать, лаунчер, что ли Будет очень похож на Windows 11 Видите, да? Менюшка пуск Управление запущенными Сами программки, которые вы запускаете Открываются в окошках Окошком можно менять размеры Окошек может быть много Они могут открываться друг поверх друга Могут иметь независимые друг от друга размеры И при этом работать могут все одновременно Про это у меня есть отдельное видео То есть можно в две игры даже играть одновременно В одной, например, пальцем Да, а другой вот так Но крышак уедет И я не знаю, зачем это нужно Но на самом деле Эта фишка очень даже интересная Так, вспоминай башка Как отсюда выйти-то? Где-то тут есть кнопка Это я помню Но вот не помню где Ладно Самый правильный все равно метод вот такой Вот Выключить режим ПК Если отсюда выйти Возвращаемся в обычный лаунчер Здесь есть тоже навороты от компании Google В частности Управление и морозилка Что они из себя представляют Сейчас вам покажу Если вспомню, где лежат Вот у нас управление Это некий менеджер Который содержит в себе чистку Игровой режим Интеллектуальную экономию батареи И самый главный пункт Управление приложениями Здесь можно настроить Автоматическую очистку памяти То есть какие приложения Сохранятся в памяти После погашения экрана А какие нет Ассоциированный запуск То есть программы С разрешением запускать другие программы И управление автозапуском Далее есть диспетчер правомощности Так называемый Но на самом деле не что иное Как управление правами На разные модули У программ То есть выбираете на что Доступ Нажимаете и смотрите Скольким программам разрешено Скольким запрещено Ну это обычные системы Но вот предыдущие три Самые важные Если вы хотите Чтобы, например, у вас музыка Играла при погасшем экране Ее нужно добавить Как минимум в один пункт Если вы хотите Чтобы виджет у вас После перезагрузки смартфона Работал Ну или планшет В частности Нужно управление автозапуском Тоже включить То есть все программы Которые там помечены Будут В нижнем пункте Держаться в фоне В верхнем После перезагрузки Запускаться А в среднем Запускаться другими программами При необходимости Короче говоря Чтобы не париться Просто во всех трех Выставляем Вкл На музыке Например У меня это Яндекс музыка На контактах Ватсапах Вайберах И так далее Везде три врубаем И все И все работает в фоне И проблем никаких нет По работе самого планшета Вы видите Что он максимально растягивает Все приложения в памяти Память у него 8 гигов Физической Но он почти все Зачем-то зажирает Если нажать кнопочку У нас произойдет очистка Да? И даже есть оптимизация системы После этого стало ли намного лучше? Нет Потому что в фоне Он один фиг их всех держит Он считает их нужными Почему? Потому что у меня изначально Настроен вот этот пунктик Если очистить все Вы видите Что он даже память не показывает Он не знает Сколько у него тогда есть Ладно Это я показал Далее Планшет Имеет возможность Поворота ориентации В любом режиме Но Ползуночек здесь Как всегда Работает наоборот То есть сейчас написано Да? Сейчас А! Нет! Здесь перевод верный Здесь блокировка ориентации Наконец-то Ребята прислушались Теперь все верно То есть как только вы нажали кнопку Ориентация заблокирована Планшет при повороте экрана Ничего не делает Если выключить Тогда он Начинает поворачиваться То есть здесь наконец-то Перевод верный Ранее в прошлых устройствах Кнопка работала наоборот Был написан поворот Когда вы на нее нажимали Поворот блокировался Ребята наконец-то перевели Так как положено Молодцы В наличии само собой Блютуз Подключение к машине Андроид авто Сим-карта И управление трафиком Если симки вставить То можно даже цвет менять Все нормально Это как в последних версиях Докиос Дополнительные настройки У нас есть Трансляция печать По беспроводным принтерам Если принтер ваш Имеет такую функцию Или у вас умный дом С подключением к принтеру То это все вам доступно Также есть защита зрения Темная тема В трех вариациях Сейчас вы видите Сильная, умеренная, мягкая Ну вот блин Опять перевод не до конца То есть они по чуть-чуть Принимают к сведению То что я их прошу изменить Но не всегда Блокировка ориентации Вы уже видите Они изменили Время отключения экрана У меня стоит 10 минут Потому что я ему давал обновляться Обычно ставят люди меньше Цветовой режим И температура изменяется В зависимости от того Какое у вас зрение То есть вы можете просто Пальчиком перетаскивать И в любую сторону Оттенок экрана будет меняться Если не хотите Можете внизу выбрать Стандартный теплый, холодный Или сверху Стандартный повышенная контрастность Ну в общем Я обычно выбираю Что такое тепленькое Чуть-чуть Тепловатое Меня это полностью устраивает Запись экрана настраивается То есть можно включать-выключать Звук с устройства Звук с микрофона И показывать или нет Нажатие на экран В тех местах Где вы Соответственно нажимаете Светодиод Вот здесь есть Он показывает Режимы там Зарядки, незарядки Молодцы В планшетах это Нечастый гость Подсветка Энергозабережения Вот это я не знаю Я так и не выяснил Я ее то включаю То включаю Разницы честно говоря Никакой не наблюдаю Изначально установлен Некий Google Хлам Видите да В том числе Мид Который сейчас по-другому По-моему называется Или раньше он по-другому назывался Неважно Голосовой ассистент Но есть и софт от блэков То есть блокнот Мультитэч Здесь есть возможность Записывать ваши заметки Не просто так Да А укладывать их в папочки И каждая заметка Может быть фото Видео Картинкой Рисунком на экране Заметкой текстовой Цифровой Какой угодно Даже записи от диктофона После этого Можно даже некоторые папки Заблокировать паролем И никто без вас Не откроет А можно создавать новые И удалять существующие То есть блокнотик Максимально навороченный Но как видите Я им пока не пользуюсь Потому что это реально Слишком много наворотов Мне мозг нужно Под это перестроить Я пока пользуюсь Google Keep Потому что он Синхронизируется с сервером И сохраняет Невзависимо от устройства Все мои заветки И переносит Как бы с устройства На устройство Может быть и блоковский Это умеет Но я пока на него Не перешел Так Изначально было Несколько игрушек Но они с легкостью Удалялись Google Soft Отключается Вот например Покажу на примере Книжек Я Google книгами Не пользуюсь Нажимаем отключить И остановить После этого Книжки пропадают Также сюда поставил Всякие умные дома И тому подобное Все работает Проблем не вызывает GPS Говорят слабенький Сейчас проверим У меня рядом со мной Окошко Видите что Первый раз запускаю Он спрашивает Можно ли ему Вообще куда-то обратиться И сейчас будем смотреть Люди говорят GPS слабый Я честно не спорю Ну слабый Слабый Для планшета По-моему это не важно Потому что планшет Большинство людей берет Как медиа устройство Мне могут возразить Ребята Которые ездят на машинах Таксисты Там не знаю Дальнобойщики Что типа им это важно Ну Ребята извините Покупайте тогда то Что более мощное Если вам такое нужно Потому что вот видите Да Подтверждаю Что холодный старт У данного аппарата Очень медленный Я просто для этого Как бы и включил И буду дальше Рассказывать про него При включенном GPS Потому что на улице Он ловит их Ну за секунд 20 В помещении намного дольше Кто не смотрел Видео про первую часть Напоминаю Слева два динамика Справа два динамика Посередине Type-C Для зарядки Передачи данных Возможно даже музыки Если захотите И снизу 3,5 стерео Под обычную музыку Но заметил Что сквозь чехол Сюда толстый штекер Не влезает Только что пытался Подключиться к колонке Успехом не увенчалось Снимать с чехла Мне было лень Здесь у нас Располагается микрофон Точнее отверстие под микрофон Сделано в чехле Здесь у нас качелька громкости Кнопка питания Снизу же нет ничего Старого порта Для подключения клавиатуры Больше не завозят Называется Используйте беспроводную клавиатуру Видите да Что спутники Он пока так и не поймал Так далее По экрану Рамочка как вы видите В наличии Рамочка может и не напрягающая Но она все таки существует Это цена Дешевого аппарата Потому что аппаратик стоит До 15 тысяч рублей Если я правильно понимаю При этом памяти у нас 8 на 256 Если кто не в курсе Давайте-ка откроем Где у нас хранилище Что-то я далеко улетел Или нет Или я слепой Где хранилище Я слепой Народ Я наверное три раза уже проехал Мимо хранилища О, память называется Извините И мы видим Что у нас 256 накопителей С которых занято Всего 62 Хотя игра у меня Наставлена на 41 гигабайт То есть Нехиленько Так я его зарядил Или разрядил Или напряг Не знаю как сказать Но он все равно Все это держит Ну а сигнал GPS Да Подтверждаю Ловит медленно Ладно Wi-Fi 5 гигагерц В лице Сергуньки 5 Поддерживается Соответственно К вашим тоже подключится Bluetooth у меня Сейчас подключен Колонки Соответственно Bluetooth тоже работает Стоит ли у меня Софт Чтобы доказать Что у нас Bluetooth 5 версии Сейчас проверим У меня синенький Такой ярлычок Частенько на смартфонах Но не всегда Ну да Здесь я его Походу не поставил Давайте поставим Заодно Посмотрите Скорость загрузки Напоминаю Сеть 5 гигагерц Но в очень Большом расстоянии От роутера Вот он Bluetooth сканер Установить Еще раз напоминаю Это меньше половины Яркой зарядки На улице у нас День Все видно Мы за холодильником Как многие говорят А ловит ли за холодильником Ну вот я почти за холодильником У меня холодильник за спиной И ловит отлично Как вы видите Не глядя на то Что 5 гигагерц Это более слабая сеть Она на меньшее расстояние Пробивает То есть То ли роутер очень хороший То ли оборудование Стало очень хорошее Об адаптере Нажимаем Версия 5.0 И выше Что не может не радовать То есть Быстрая передача данных По пятому Bluetooth Нам гарантирована Ну что еще сказать Господа В отличии от предыдущего аппарата Здесь только больше памяти Камеры особой разницы Не претерпели То есть Они в принципе Для планшета хорошие Но только для планшета Потому что Смартфоны снимают Лучше Вот проверяем То есть Видите Да Что появилась Некая такая Сосоренность Что ли Как песочком посыпали Потому что Я уже говорю Это планшет Планшеты у компании Blackview Пока супер-пупер Камерами не обладают Тем более Это версия Не 16 В 16 Камера уже лучше Это версия 15 С увеличенной памятью И немножечко Допиленной осью Поэтому здесь уже Как говорится Не докапываемся Но тест на волосики Как некоторые говорят Проходит Волосинки Отдельно видны На моей Зъерошенной голове Ну и как вы видите Пишется это все На BL6000 PRO Очень похож На BV9900 Но он больше И камеры Немножко по-другому Расположены И как вы видите Все возможные Программулины стоят Проблем не вызывает То есть у нас здесь Есть и телевизионные Вещалки Онлайн И всякие игрушки И тесты Antutu Кстати Где у нас Antutu А Вон он был Нужно показать Сколько же у нас Тут баллов было Antutu Не стесняйся Показывай Сколько у тебя было Вот так Разворачиваю Для всех желающих Кто не смотрел Игротест В котором я по-моему Тоже показывал Сколько очков набралось Виртуальных попугаев В Antutu И под финалочку Давайте посмотрим Кстати Камеры 8 и 13 Но я бы сказал Что 8 Не не так 5 и 8 Остальное это уже так Накруто И проверим Тест экрана Не тем Тест мультитач Я имел ввиду 5 есть 10 есть Но я думаю Для игроманов Это очень важно И напомню Если вы В настройках жестов В аппарате Включаете Управление Скриншоты И так далее Тремя пальцами То после этого Не пугайтесь Что у вас экран Начинает работать хуже Потому что как только Включен снимок Снимок экрана Тремя пальцами Аппарат Постоянно пытается Найти три пальца И как только вы Три пальца Прикасаете Он будет пытаться Сделать скриншот Понимаете Поэтому если вы хотите Нормально играть Это все должно быть Выключено Иначе в игре Он будет думать Не об вашей игре И периодически Будет лагать управление Быстрое включение Камеры Это кнопка питания Есть умное окошко Которое где-то Тут сбоку Выдвигается Я только не помню Как А вот оно И оно само собой Настраивается В него можно помещать Все что вы хотите Если его выключить То этот жест Не будет приводить Ни к чему Кроме возврата назад И в общем Аппарат максимально Напичкан Блэковскими наворотами Кроме одного Любимого многими Вот этого вот Не завезли То есть включаться На касание экрана Он не будет Зато напоминаю В Блэках Встроен датчик хола Как только вы открываете Чехольчик Экран у них зажигается Закрываете чехольчик Экран у них гаснет Но если вы закроете Его с перекосом Вот с таким Экран не погасится Поэтому следите Чтоб чехол закрывался верно На этом я думаю Пора завязывать Что у планшета Есть диодик При фотографировании Используемый Который можно Также использовать Как фонарик Я скажу в финале Компания Блэквилл Некогда дебютант Сейчас уже Можно сказать Матерый волк В производстве планшетов Планшетик Присылали само собой Для обзора Не нужно думать Что я его купил Потому что у меня Есть точно такой же Но не про Отличие Как я уже сказал Только немножечко в оси Чуть-чуть То что тут Надписи кое-какие Уже доперевели Возможно с обновлениями Это кстати на 15 Обычно прилетит И то что у него Больше памяти стало В остальном Это в принципе Тот же самый планшет С теми же камерами Тем же корпусом Такими же усиленными Углами на бампере И таким же портом Под наушники Хотя Вот это кстати Не гарантирую Может быть в прошлом И не было Смотрите Видео Про обычный 15 Если вам это очень надо Для себя Еще раз напомню Сюда влезает Не все Штекеря От наушников Потому что Порт Несколько Усковатый В самом бампере И если у вас Штекер ваш не лезет Вам придется Как бы отстегивать бампер Вытаскивать угол вперед И втыкать без бампера Ну или пользоваться Вообще планшетом Можно без бампера Он тогда становится Вообще красивенький Тоненький Ладно Подфиналочку вытащу Еще раз Как в распаковке Прорекламирую Какой он у нас Тонкий Угловатый По-моему Это все Силуминовый сплав Поэтому у нас Сверху добавлена Полосочка пластиковая За которой Находятся все антенны Из-за которой Наверное Он и ловит Плохо GPS Потому что Еще раз напомню Силуминовый Корпус Это плохо Для антенн И значит Все антенны Полностью у нас Концентрированы В верхней части Почему-то мне кажется Что он спутники Так еще и не поймал Потому что На улице он их ловил 20-30 секунд Это понятно Но дома мы находимся За стеклопакетом За сеткой И так далее Ну да Как видите Аппарат спутники Пока так не поймал Если же его высунуть На улицу Я думаю Должен поймать Более быстро Ой Вот пожалуйста Сразу два спутника Как только я его Высунул на улицу Поэтому ребята Еще раз Подтверждаю Что да Слабоватый прием Но что вы хотите Аппарат недорогой Плюс это планшет Плюс большой экран Плюс 4 динамика Короче ладно Запихаю в корпус Уже потом Всем спасибо Всем пока Это Латуха И планшет BlackVetup 15 Pro Кто хочет полный обзор Всех менюшек Смотрим обзор Просто 15 Отличия Минимальные Всем чао Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok